с приветом набутов ну что ребят что будем делать что-нибудь хорошее у тебя нет обсудить у меня есть спасибо у меня есть и наобсудить и просто рассказать естественно я же у нас хорошая да пожалуйста уже даже уже я молю тебя хорошим вот кстати говоря история которая наверняка порадовала бы и пескова и владима владимировича и ну и многих в общем из тех кого принято называть российской элитой значит из японии пришла кстати для тех кто для тех кто накануне смотрел прямую линию это было бы классным классным поспорим и и продолжать это делать далее у меня возникло сейчас такой интересный вопрос может быть даже карабасик что-нибудь у нас в ютубе придумает он же проснулся наверняка это наш модератор проснулся проснулся youtube голоса смотрите смотрите в прямом смысле слова японский профессор разработал классно работал абсолютно работающий прототип телевизионного экрана который может передавать вкус пищи если его облизать ребят вас вот так будут корнируса это самое нужное изобретение надо нет нет садимся перед телевизором и всей семьей наоборот это правда это продолжение разговора про то что питью хлебами вчера пытался владимир владимирович накормить нацию пол шажка уже сделано смотрите как что как это работает значит это важный шаг создание мультисенсорного просмотра пишет об этом rate 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 устройство получила название тест дтв титти тв для его работы используется карусель из десяти канистр со вкусовыми добавками которые распыляются в нужной комбинации чтобы создать вкус определенного блюда после чего образец переносится на гигиеническую пленку на плоском экране телевизоре зрители могут его попробовать Я уже представляю себе Что в следующие прямые линии Когда это пойдет в продажу Все будут облизывать Владимира Владимировича Владимир Владимировича будут облизывать Ребят, какой вкус у нашего президента Вся страна ест икру, говорит Владимир Владимирович Бах Икра Тости с свежей фермерским маслом С другой стороны, если, например, это будет Вкус черной икры То мы хотя бы, ты представляешь, большая часть страны вспомнит Какая она родимая Но в целом, в целом Пятью хлебами можно будет накормить нацию Действительно Но не до конца Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность Получить опыт, подобный тому, какой они получают Обедая в ресторане На другом конце света Но при этом оставаясь дома Говорит ученый-разработчик Профессор Мэйдзи Хомэмиясита Значит, он работает С командой из 30 студентов Которые уже создали несколько устройств Связанных со вкусом Например, вилку Которая делает вкус еды более насыщенным Изготовление коммерческой версии ТТТВ обойдется всего 875 долларов Телевизор имеется в виду Средней диагонали Вилка, которая делает вкус еды более насыщенным В ней какие-то глютаматы Я понятия не имею, как она работает У меня нет описания Есть вот про телевизор Что он будет стоить? 875 долларов в средней диагонали Значит, сделали прототип всего за год Не исключает, что в следующем году Он уже может появиться в продаже Если будет одобрен специальными санитарными органами Японскими Вот и все Да, в нашей реальности это правда Может заиграть новым микроскопом Ты представляешься? Конечно Кстати, про еду Какой вкус у президента, спросите У видных единороссов Пишут наши слушатели Наталья Исперми пишет Задумка, конечно, интересная Петрович, ты эту самую, как ее, фуагру пробовал? Ага, по телевизору облизывал Телевидение со вкусом лапши Предлагают наши слушатели Да-да-да, накидайте нам что-нибудь Типа, какой вкус у прямой линии, Владимир Владимирович Или какой вкус у выпуска новостей На федеральном телеканале Я не знаю Что-нибудь можно пофантазировать Так, Николай Карлович будет сегодня Вопросы задают наши слушатели Значит, кстати, про еду Израильский стартап Future Meat Technologies Так А-а-а, да Значит Да, это Да это что? Про курятину, да? Про курятину Ты рассказывала? Нет Да, я просто вчера еще обнаружил эту историю Ну, вообще, мы много тут с Горячим обсуждали Новые всякие тенденции Да, у вас вечные бои на эту тему В производстве еды Из сои Из искусственных Как бы Культивированных культур и так далее Так вот Израильский стартап Future Meat Technologies Обвел о прорыве в производстве Мяса курицы в лабораторных условиях Его стоимость достигла Паритета с ценой мяса В традиционном птицеводстве Значит, разработчикам удалось Оптимизировать процесс изготовления Продукта И снизить его стоимость до доллара и 7 центов за грудку Это не предел Еще в июне грудка получалась у стартапа по 4 доллара А в феврале этого года Ее производство обходило в 7,5 доллара Представляешь, в 7,5 раз подешевело За год Значит, по данным Future Meat Этот подход более экологичен, чем сельское хозяйство Производит на 80% меньше выбросов парниковых газов Использует на 99% меньше земли И на 96% меньше пресной воды Чем традиционное производство курятины И, разумеется, не требует убоя животных Значит, Future Meat выращивает клетки В биореакторах Утверждает, что ее конечные продукты Неотличимы от мяса Животных по вкусу Клетки не подвергаются генетическим модификациям И могут бесконечно размножаться Могут бесконечно размножаться Запатентованная система поддерживает постоянную Физиологическую среду Которая стимулирует рост новых тканей Так как это происходит с организмом настоящей курицы Коровы или свиньи На выходе Future Meat получает куски сырого мяса Которое полностью соответствует продуктам животного происхождения По всем показателям вкуса, текстуре, аромату и форме Более того, при желании Можно вносить туда и изменения Ну хочешь там, не знаю, нежирная свинина, например Или телятина со вкусом Каким-то набором полезных микроэлементов Которые тебе нужны и так далее Такая дизайнерская еда, условно Потрясающе Так, Егор Карбасов, наш модератор, повесил опрос В Ютьюбе Заходите, друзья, голосуйте Каков на вкус наш президент? Сладкий, соленый, горький, кислый? Только я к Егору хочу обратиться Что вот мне, Егор, лично не хватило варианта Вкуса нашего президента сказочный Сказочный? Да Сказочно богатый вкус Заходите, друзья, участвуйте в голосовании Так, значит, что вы нам пописываете, ребята? Нет никаких документов, пишут наши слушатели На тему обещания НАТО в 90-х Но это известный факт Это не сегодня появилось, не вчера и не неделю назад Никаких юридических документов Никаких обещаний Как угодно сформулированных Не давалось Более того Не было даже разговора Про который вчера вспоминал президент Об этом сказал Горбачев Что, помнишь, на словах пообещали Но мало ли, во-первых, что какой-то политик Кому на словах скажет Все-таки мы говорим про международные дела Какие-то, значит, должны существовать подписанные юридические документы Но Владимир Владимирович, как юрист Как президент не может этого не понимать К чему идет отсылка? Вы знаете, непонятно Так вот там и пишут, что нет документов Из-за таких раздолбаев, как вы Которые не верят, что Запад ждет Когда только нас разграбят И таких болтунов Заставят вас взять лопаты И будете вкалывать Но кто нас? Запад заставит взять лопаты? Нет Видимо, слушатель, который это написал Почему нас должны заставить взять лопаты? Мы не сможем Мы же сломаем Мы же делать ничего не умеем Я не спорю, что это, в принципе, возможный вариант развития событий Но, тем не менее, я хочу спросить Почему? Где логика в повествовании? Почему нас должны заставить взять лопаты? Если мы говорим, что документов юридических нет Слушай, гениальная, прости, про вкусы Катя из Екатеринбурга нам написала Ребят, это прекрасно Один из баров в Екатеринбурге Во время трансляции пресс-конференции Кстати, не прямой линии ты оговорился А пресс-конференции, извините Объявил о скидках в 50% На всю лапшу и пасту Он еще работает? У меня возникает вопрос Это прекрасно Всегда любил Екатеринбург Но Екатеринбург, как всегда Великолепная, самостийная культура Ну что, классный город, драйвовый Большой привет Алексей из Ярославля Также комментирую новость из Японии Про экран, у которого будет вкус Пошел дальше Леша нам пишет Это же предпосылки к созданию целой индустрии Представьте себе объем продаж парфюма С названием «Дух вождя» Доброе утро 731 Доброе утро, здравствуйте Доброе утро Доброе Прошу вас Вячеслав, Москва Да, здравствуйте Вот на фоне там юмора С большим, как бы, ну, ужасом Видя физическое состояние Да, у многих было все-таки сомнение Потому что там есть всякие Там Валерий Соловей Другие, которые предполагали Что у Владимира Владимировича Создоровим проблемы У них работа такая Да Ну, сегодня Вчерашняя пресс-конференция Показала, что, ребята 24-й год Не смешите Не предел Еще 20 Настраивайтесь Еще 20 Да Это, конечно, вот такая безнадега Она вот просто Там Ну Серым абсолютно Тучей Над всем Будущим нашей страны Витает Это, во-первых А, во-вторых, там Наверное, вы уже читали Да, что посол Америки Уже ответил Сегодня Уже все высказались По поводу того, что НАТО не будет Брать на себя Да Да Действительно Идет дело Горячим фазам И В моем понимании Раз появился такой термин Как ядерный Превентивный удар То становится Немножко страшновато Потому что раньше Мы, да В наше Детство Не могли даже подумать Контраргумент С вашего позвали Мне интересно, Валер, будет Как вы прокомментируете Контраргумент Про то, что Ну Тут можно, так сказать Грозить друг другу Причиндалами Сколько угодно Но все-таки Бабки Деньги Внуки Дети Жены Любовницы И так далее Они все равно Все так или иначе Либо там Либо там Как бы хранятся Нет Важно, нет сомнения Что если Ким Чен Ыну Дать хорошую Гиперзвуковую С ядерной Боеголовкой Ракету Она полетит В сторону Северной Кореи И других врагов Северной Кореи Вы думаете, что Наша ситуация изменяет Или какая-то другая В том-то и дело Что То, что называется Обезьяна С огромной Современной Ядерной бомбой Нет Ничего подобного Здесь нет Да, деньги Да, бюджет Америки В три раза больше Бюджета совокупного Нашей страны Хотя это только Одна из таких Расходов бюджета Америки Но это не говорит о том Что мы Не можем Да, то что называется Как в какой-нибудь В анекдоте Нет больше вашей Америки Да Ну вот это вот Очень сложный Интересный тем Понятно Конечно Превентивный ядерный удар Представляете, что это такое Всем хорошего дня Ох да Спасибо И вам тоже Нет У меня всегда Возникает вопрос Он происходит Всегда в две стороны Тут автоматически И даже не важно Кто первый начнет Значит перестает существовать Два континента И достается еще всем Кто Ну в общем Это речь идет о конце цивилизации Мы понимаем Последствия Широкомасштабного Полноценного ядерного контакта Они могут быть совершенно разными Могут быть ограниченный Например Ядерный конфликт Хуже всего европейцам Которые оказываются Так сказать Еще вопрос Китая Все-таки его это тоже затронет Все И у них тут свои Есть какие-то мыслишки Значит тоже не хочется Чтобы рвало-то под боком Черт Я не понимаю Я Не знаю Александр из Москвы Пишет Японцы тратят деньги На разработку телевизора Со вкусом А у нас все телевизоры В стране Со вкусом успеха И благополучия Да-да-да-да-да Ну очень много комментариев По поводу того Как журналистов Опрыскивали серебром Перед встречей С президентом Олег нам пишет Вы думаете Это серебро Это было серебро Это были пробники Аромата И вкуса президента Будут опрыскивать самолетом Распылять в метро Чтобы вкус Перманентно Даже во рту Что за бред Вы несете Какой превентивный Ядерный удар Кирияма из Москвы Слушайте У нас Позвонил человек И высказал Пожалуйста Своё мнение У вас другое Звоните 730-101 Вот так мыслят И оценивают ситуацию Ваши соотечественники Имеют на это полное право Абсолютно И мы не знаем Кто из вас прав И дай бог Чтобы это было Всё-таки Не Валерий В данном случае 730-101 Потому что Второй вопрос Меня всегда говорят Вот в случае масштабного Вот какой выигрыш Какой-то бенефит Должен же быть Да У нашей номенклатуры В случае В случае Полномасштабного Ядерного конфликта Вообще ужасно Что мы это обсуждаем В принципе Но тем не менее Какой? Кем они будут управлять? На что бабки тратить? Где отдыхать? Ну все же сибориты Серьёзные Ну вот Ну хотя бы это же Должно как-то Наверное На подкорке-то Крутиться Нет, Гордеевич? Я не прав? Ну вот смысл какой? Мне немножко страштовато Честно тебе скажу Обсуждать эту тему Нет, ну ладно Мы-то, господи Русский народ Никогда ничего не решавший Никогда Глина из Как говорила Сибири Народ русский Тр-т-т Это непечатная глина Из которой можно сделать Всё что угодно Известна его фраза Которую он в ближнем кругу Произносил неоднократно Никто ни у кого Мы там Наше мнение Никого не интересует Так Ну вот Насчёт отсутствия бенефитов Слушатели пишут Виктор прав на все Сто процентов Ужас, ребята Вы понимаете Что всё-таки Я пытаюсь найти Какие-то И раньше всегда считал Что есть какие-то Рациональные Корыстные Ну какие-то Любые интересы Которые вот Хитро маскируются И вот Значит Это всё тонкая игра И я значит Скуда умный Никогда не Ну не обладающий Нужной информацией Может быть Чего-то не понимаю На самом деле Но там Всё вот должно Вот к этому привести Серьёзные шахматисты На больших Шахматах Международных Играют А сейчас я понимаю Что может быть Мы же не знаем В принципе Вопросы Там Психического состояния Особенно После двух лет Изоляции Которые мы Все с вами знаем Мы же не понимаем Что может произойти Чёрт Знаем Ваши комментарии И тогда любые варианты Возможно А просто настроение Плохое Бу Ну ладно Ты уж так-то Ну вдруг Я утрирую Конечно Но 730-101 Телефон прямого эфира Серебряного дождя Плюс 7903-7976-333 СМС А может быть Извини Что А может быть В этом и есть Хитрость игры И кстати Неоднократно Международные политики Такое прокатывало В человеческой истории Я не только про нас говорю О том чтобы Напугать Противника Самим фактом Собственного безумия Римские императоры Так вырезали Знаешь Бей своих Чтоб чужие боялись На что еще могут Эти люди пойти Если они со своими Так поступают Вот это Как тебе вот Как тебе Как вам такая идея Друзья Мы продолжим Через несколько минут В эфире И не забывайте Что продолжается Видеотрансляция На канале Серебряного дождя Ютуб Так Ну чего Продолжаем Ну и тему Вы с утра подняли И так страшно Пишут наши слушатели Будут Да Будут управлять теми Кто в метро Спеет Так Забежать Читали Глуховского Нам пишут Что нибудь повеселее С вашего позволения Что нибудь повеселее Александра Можно Да ради бога Да я как-то Ничего не подготовил В этот раз Серьезно Кроме потрясающей Истории про телевизор Так Нам пишут Здравствуйте Ведущий радио Хотел высказаться По поводу Лебедева И вашей позиции Вы спорите Является ли оскорблением Верующих Высказывание блогера Мощи святых Для верующих Также любима И почитаема Как останки близких людей Которые тоже являются Мощами в православии Вы тут говорите Что и сами носите крест Но видимо Вера вас только же И честности Если бы останки Ваших близких Предложил блогер Засунуть следственному комитету В задницу Вы бы сказали Что на такие Что затронуты ваши чувства Видимо своими задачами Находить только гадкое Чем угодно ударить по власти Вы совсем потеряли границы Раньше вас слушал Вы вскрывали раны В проблемах страны Но теперь понимаю Что вы лезете не туда С вами не по пути Дорогой наш слушатель Не по пути Так не по пути Давайте раздать Во-первых креста в студии На некоторых ведущих нет И давайте мы поговорим На тему того Как можно защитить Чувства атеистов Это раз Два Мы не оценивали высказывания Господина Лебедева С этой точки зрения Абсолютно Мы его более того Я его не разделяю Мы говорили о юридическом понятии Слова чувства Если вы можете его сейчас дать В мировой юридической практике Юридическое понятие Слова чувства То welcome Вот задолбали меня Эти оскорбленные Уж честно простите Как иррациональное Можно переложить В плоскость Рационального закона Речь то пойдет О рациональных Реальных сроках Правильно Разумеется А почему Не расстрел Например Почему там сколько дают Я не знаю Два года А не семь Объясните мне Каким образом Мы это исчисляем Как градация Оскорбления Чувства Чувств Кто это оценивает Какие Кто Эти эксперты Которые должны Сделать Экспертизм Ну это как филологи Делают У нас зачастую Это липовые филологи Как мы с вами знаем И липовые экспертные советы Мы ни в коем случае Не хотим Ни вас не оскорбить Я вообще на религиозные И политические темы Все меньше У меня возникает Желание разговаривать Там в кругу друзей И знакомых Тем более масса Других интересных тем Потому что это всегда Можно кого-нибудь Там нечаянно задеть Обидеть Оскорбить И так далее Но здесь-то речь идет О реальных сроках Человеческих жизней Вот мне хотелось бы понять Мало ли действительно Я что-нибудь скажу Такое Искренне Меня это тоже беспокоит Правильно? Как там Человека занятого В публичной спири Да-да-да Возвращаемся в эфир Я попрошу Егора Подвести сейчас Итоги опроса С приветом Набутов А, ну вот Ну вот Нам, конечно Мы подзабыли Что по словам Владимира Владимировича Это действительно было Что эти Те-то с той стороны Они Бедные в ад Попадут А мы в рай Поэтому Да-да Было такое Ну вот, кстати говоря Отношение к мирской жизни Очень интересный вопрос У нас Вера в нас Вот куда мы сейчас пошли Поколениями же Это же Ну, пятьсот Там Тысячу лет Формировалось Внутри нас Вот Отношение к мирской жизни В общем-то Наплевательское Ну, наплевательское Я не дам Сочинение У кого, прости? Как в принципе Формулировать Ну, такое Как бы Ну Не Условно говоря Ведь Это же Это же Одна из Таких ключевых моментов Православия Когда Ну, земная жизнь Это лишь миг Между жизнью Вечный Понимаешь? Вечный Там Жить Там 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 Не так важно Ну, хорошо Пятьдесят Шестьдесят Там Сорок лет Ну, помучаешься Не важно Как Ну, ничего страшного Главное Главное Что там Дальше будет Понимаешь? Вот Там Вот Все Так Ты Это К чему Сейчас? Я Это К тому Что Это Смиритесь Сейчас Вот это Прозвучит Мы в корне Этим Отличаемся Например От протестантов Да Первые Десять Стран Мира По развитию Там Уровня Жизни Продолжительности Жизни Социальным Гарантиям Все Мы стоим Протестантские Страны Ну, или Девять из десяти Скажем так Дания Финляндия Швеция Южная Корея Соединенные Штаты Аммия Там И так далее Значит Это Великобритания Англиканская У них Другое У них Работай Ты как бы Ты ответственнее Работай Здесь В миру За свое Как бы Своё состояние Там Да Так В том числе Это касается Много работать Накопление благ И так далее У нас же Совершенно Другая идея Заложена Кроме там Вся власть От бога Вот эти Как бы Мишуры Которые сверху Навешаны Главное Это Как здесь Не важно Важно Что Это вот Лишь маленький Эпизод Твоя жизнь Она не имеет Большого значения Важно Что Твоя жизнь Там В В загробной Жизни А это значит Что Отсюда И сформировано Вот Это же И про ковид Можно сказать Это наплевательское В общем-то Отношение И к своей жизни И к общественной Своей жизни И к процессам И к выборам И ко всему остальному И к жизни К жизни Ну как бы Людей Которые тебя Окружают Так неуважительное Наплевательское Отношение Не ношу маску Эй ты Там тыкую Безостановый Какая Ты понимаешь Да Я Тогда не очень понимаю А тогда Зачем Например Если у нас Такая Аскеза Да Но она не то Чтобы аскеза Она не А нафига Тогда вот эта Покупка Всяких Яхт Дорогих Часов Это не важно Еще раз Не имеет значения Слово Не важно Работает С обеих сторон Еще раз Для тебя Для человека Который там Барахтается Условно говоря В разваливающейся бараке Живет на Десятитысячную Или там Двадцатитысячную Зарплату Не важно Что ты А я езжу на Там Майбахе И хожу на яхте Это не имеет Никакого значения Ни для тебя Ни для меня Потому что И для тебя И для меня Это лишь Маленький Коротенький Эпизод Который проскочил И его можно забыть И главное Чтобы мы там У нас Чтобы все там Было хорошо Вот и все А здесь Ну помучаешься Ты там Свои Сколько ты мучаешься Сорок лет сейчас Да Ну еще сорок Помучаешься И все Что такое Восемьдесят лет В масштабах Вечности Я Отказываюсь От подобного рода Философии Тогда тебе надо Надо сменить конфессию У меня нет конфессии В рамках христианской парадигмы Ну вот как я понимаю Я конечно не богослов Но я вот как-то Для себя всегда Формулировал Вот ключевые Философские различия Таким образом При том что как бы Господь один Крест один Там и так далее А Ключевые идеи Разные получаются Совсем Так Егор Карбасов В итоге опроса подвел Друзья Мы в ютюбе Пытались выяснить Какой Вкус Какой на вкус Наш президент Для тех кто вдруг Только что присоединился К нам и считает Что мы сошли с ума Мы оттолкнулись Друзья О том Как новыми красками Может заиграть Пресс-конференции Прямые линии Путина После того Как в Японии Как стало известно Изобрели экран Для телевизора Который способен Передавать вкус Так вот Я вам хочу сказать 631 человек Проголосовал Так Из них 58% Считают Что наш президент Кислый Так 27% Что он горький Так Сладким Нашего президента Посчитали Всего 7% А соленым 5% Ну смотрите Он кислый И горький Это значит Что это вкус Кисленьким И горьким Это же всегда Закусить приятно Вот о чем я подумал Глобально Если вот в эту сторону Смотрите Что у нас президенты Праздничные На самом деле И ты представляете На Новый год Новый год И квашеная капуста Правильно Новый год Ты Ребят Все нормально Все сложилось у нас Стал перед телевизором Лизнул его Вроде как выпил Еще раз лизнул Вроде как и закусил Ты понимаешь Все нормально У каждого россиянина Богатый стол в доме Состоящий из одного Состоящий из одного Телевизора К вопросу о том Чтобы накормить Пятью хлебами Правильно Полпустыня А те у кого дома Два таких телевизора Ну это вообще Буржуи 730 Жрут за две щеки Ага Так Друзья Я напоминаю Да будет еще Опять спрашивает Николай Карлович Так В старообретческой Православной традиции Труд в этой жизни Важнейшее условие Да Слушатели тебе пишут Спасибо за эти комментарии Так и где она находится Старообретческая традиция Наша Сейчас Ну я имею ввиду Что она не пользуется Такой Таким влиянием И такой Поддержкой В широких массах Населения Несъедобно Хотя Хотя Кремль Немножечко Заигрывает Последнее время Со старообрядцами И Путин встречался С Русских старообрядцев Сравнительно Да Друзья Мы ждем Это такая отдельная Болезненная Для церковной темы Мы ждем Николая Карловича Сванидзе И сразу после выпуска Новостей От Игоря Наумова Перейдем к обсуждению Главных новостей Недели Серебряный дождь Сто ровно И одна десятая ФМ